Это новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса. Все о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Затопило серьезнее, чем во время тайфуна. Владивосток борется с последствиями непогоды. Клумбы больше нет. Новая схема движения организована при въезде на остров Русский. Во Владивостоке появился F-образный перекресток. Большой плюс мы сделали для наших жителей и гостей, которые хотят побывать на нашем острове. И максимально комфортно приехать на остров. Максимально комфортно уехать. Подготовка к Восточному экономическому форуму продолжается. На набережной Дальневосточного университета монтируют павильоны улицы Дальнего Востока. Проделать все, чтобы наш павильон занял достойное место. И мы как хозяева этого форума, безусловно, должны быть на высоте. Также в выпуске. Взрыв в жилом доме предположительно боевой гранаты. У нее жизни двух приморцев. Еще расскажем, первый долгострой снеговой пади должны сдать в начале 2020 года. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Водная стихия, которая весь август топила районы Приморья, добралась под конец лета и до столицы региона. При этом, если тайфун и Владивосток в этот раз пережил достаточно спокойно, то перед атмосферным фронтом с рекордным количеством осадков не устоял. Обновленная система ливневой канализации города традиционно не справилась с большой водой. Под мутными потоками оказалось несколько улиц и важных транспортных артерий. С Косогоров даже укрепленных начали сходить оползни. Из-за разгула стихии в Приморской столице оказалось нарушено движение городского транспорта. Катерина Матвеева продолжит тему. Менее трех часов понадобилось атмосферному фронту, чтобы скрыть Владивосток под водой. 50 миллиметров осадков сделали свое мокрое дело. Утром 27 августа была затоплена площадь Луговая, улицы Спортивная и Калинина, спальные районы Кузнецова, Шепеткова, Нейбута, Ватутина, Снеговая, Сельская и Яманская. Под водой оказались дороги на Тухачевского, Фадеева и Борисенко. Дороги на Русском острове до поворота на канал. Настоящее озеро образовалось на перекрёстке в районе Динамо. Горожане, кто с удовольствием, а кто и с крепким словцом, снимают видео и делятся впечатлениями о своих приключениях. Передвигаться по приморской столице действительно небезопасно. Как автомобилистам, так и пешеходам. В районе улицы Ладыгина на дорогу сошел поток воды и грязи. Пока пострадавших нет, но горожане опасаются, что скоро на дорогу начнут падать гаражи, которые стоят на Косогоре. Первую половину дня многокилометровые пробки наблюдались на большинстве крупных транспортных артерий города. Восьмибальные пробки сковали Первореченский, Ленинский и Первомайский районы. Особенно долго пришлось стоять горожанам в районе улиц Постышева, Столетия и Спортивной. К слову, рынок на Спортивной тоже утонул. Из-за щебня, который нанесло с дорогой от Косов, было замедлено движение трамваев и троллейбусов. На путях работают оперативные службы. Затопило улицу Добровольского. Уровень воды местами достиг одного метра. Одна машина утонула. Легковые автомобили теперь не рискуют преодолевать этот участок. Проезжают лишь автобусы и грузовики. Стоит отметить, что это свежий, отремонтированный участок дороги. Недавно на Добровольского положили асфальт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но не только дорожное движение вызывает опасения. На Пацаева-3А произошел взрыв в трансформаторной подстанции. Причиной взрыва стало затопление. К обеду она наполовину ушла под воду. Расположенная рядом ливневка забита. Местные жители уверяют, станцию топит каждый год. Без электричества сейчас остаются 37 домов. Дорожные службы Владивостока как могут ликвидируют последствия стихии. Продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Глава города отметил, что мэрия себя ответственности не снимает. Городские службы делают все возможное. Но надо понимать, что на город обрушились очень сильные осадки. Мы знаем здесь обрушение. И еще возле дома со стенки сошел оползень, где машины засыпало. Пять машин полностью земля сошла. Стенка крепкая, а земля слабая. И оттуда аж намыло. Потом было на ДОФУ. Но на ДОФУ все прошло нормально. Потошево, все где примыкание столетия, тоже ливневки работают. Приняли, тут же сошла вода быстро. И на данном моменте, вот не было сейчас, опять когда дождь прекратился, ливневки успели все отработать. Вот на Луговой. Ну на Луговой вы знаете, мы там в этом году делаем Борисенко ливневку. И на второй год у нас там очень большая сумма. Это мы сделаем на следующий год, что не будет топить уже Луговую. Ну, сейчас все от того района работают по точкам, знают, где какие деревья. И это первоочередной локальный момент, где надо это устранить. И дальше пойдем по каждому району, где это, мы знаем, где у нас аварийные стенки. Мы знаем на Котельниковой стенке. И сейчас будет первая дума, где мы передвижку сделаем и сделаем ЧС, на Котельниковой стенку аварийную. И мы наблюдаем за ней. По данным Примгидромета, сильные ливневые дожди будут продолжаться во Владивостоке до 28 августа. В утренние часы буквально за пару часов в Владивостоке выпало 40 миллиметров дождя. А сейчас в середине дня количество осадков, общее количество осадков достигло 55 миллиметров. Также усилился в городе южный ветер. Что касается предстоящей погоды, то сегодня еще в течение дня вероятность дождя сохранится. То есть он будет идти, то периодически то усиливаясь, то ослабевая. И такая дождливая погода в Владивостоке сохранится до конца рабочей недели. То есть дождь будет идти с какой-то периодичностью. И также нельзя исключать новых грозовых ливней в Владивостоке. Отметим, что сильные ливни в приморской столице – дело обычное. Но каждый раз местная система ливневой канализации с разгулом стихии не справляется. Даже после прочистки, капитального ремонта и реконструкции сетей. Создается впечатление, что существующие инженерные решения либо исчерпали свои возможности, либо не имели их вовсе. А властям города и края, проектировщикам и строителям пора уходить от несовершенных для Дальнего Востока технологий и брать на вооружение опыт азиатских соседей, которые научились противостоять и более мощной стихии. Катерина Матвеева, Сергей Толатиев, Новости на Восьмом. Тем временем сброс воды Сиданкинского водохранилища проводят во Владивостоке из-за ливня. Об этом сообщает администрация Владивостока. Уровень рек пока находится в пределах допустимой нормы. К середине вторника во Владивостоке выпала треть месячной нормы осадки. Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Находке, где в понедельник вечером, по предварительным данным, взорвалась боевая граната. Взрыв произошел в жилом доме на улице Заводской, 16. Два человека погибли, сообщает ТАСС. По данным следствия, 26 августа в помещении общей кухни четырехэтажного дома произошло самовоспламенение неустановленного предмета, в результате которого погибли два человека. Оба мужчины в возрасте 57 лет. Еще два человека, мужчина и женщина, пострадали. Они уже прооперированы, но находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. По неподтвержденной информации от очевидцев, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой. Якобы нетрезвые граждане нашли боеприпас. Гранату пытались разобрать, и она взорвалась. При этом само здание уцелело. Разворотное кольцо на съезде с русского моста реконструировано. Теперь автомобилисты могут двигаться как прямо, без выезда на круговое движение, так и по кругу. Главное новшество схемы – возможность прямого проезда в сторону кампуса Дальневосточного университета. На участке уже установлены соответствующие дорожные знаки. О том, как теперь организовано движение и как это скажется на трафике, в сюжете Евгения Черемухина. Разворотное кольцо на острове Русский после преображения собирает восторженные отзывы автомобилистов, причем как местных, так и приезжих. Сейчас работы на площадке для взлета. Так Владивостокцы окрестили бывший аварийный участок, достигли финального этапа. Проинспектировать ход реконструкции приехал глава города Олег Гуменюк. Он осмотрел участок и побеседовал с подрядчиком. После сделал некоторые выводы. Большой плюс мы сделали для наших жителей и гостей, которые хотят побывать на нашем острове и максимально комфортно приехать на остров, максимально комфортно уехать. Мы же все замечаем, что и разметка в этом году до конца мы сделали, и комфортный проезд сделали, и кольцо, если вдруг ты подъехал к мосту и понимаешь, что есть моменты туман, и это все закрыто, комфортно можно будет развернуться и съехать с этого моста. Своё прозвище «Площадка для взлёта» кольцевой участок получил не просто так. В прошлом здесь регулярно случались аварии, причём как нелепые, так и с трагическим финалом. Теперь, чтобы сделать вождение более комфортным, участок переоборудовали из кольцевого в параллельный. То есть у водителей есть все возможности. Хочешь – следуй прямо, хочешь – съезжай, разворачивайся или вставай рядом. А пока мэр общался с рабочими, сотрудники администрации опросили водителей. Вообще удобнее, потому что мы два года назад приезжали, и кольцо было неудобно. Я очень рада. Я не знаю, почему они сразу так не сделали, зачем это кольцо вообще нужно было делать. Очень удобно. Точно уже никто не заедет на клумбу. Да, правильно я бы сказал. Потому что по кругу было тяжело ездить, но неудобно. Специалисты уверены, новая схема движения не только придётся по нраву всем автомобилистам, но и в долгосрочной перспективе улучшит трафик на самом острове, а также улучшит безопасность и проходимость участка прохода около Русского моста. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Первый долгострой снеговой пади должны сдать в начале будущего года. Подрядные организации будут определены в сентябре. Они завершат строительство двух проблемных объектов – номер 25 и 26 жилого комплекса «Снеговая падь» комплекс «Д». На заседании Совета фонда поддержки обманутых дольщиков края оба объекта официально получили статус проблемных. Первым будет сдан 25-й дом. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на весну следующего года. Также сейчас возобновились работы по дому номер 3 жилого комплекса «Снеговая падь». На данный момент уже ведётся строительство седьмого этажа. Они не подлежат конкурсной процедуре, так как проводятся на основании пожертвования. Таким же образом планируются начать работы по домам номер 25 и 26. Отмечу, что все объекты, которые проходят через фонд обманутых дольщиков, гарантированно будут достроены в максимально короткие сроки. Почти 7 тысяч первоклашек Владивостока пойдут в школу в этом году. Приём детей ведётся с марта этого года. Уже 2 сентября они примут участие в торжественных линейках и приступят к учёбе. Тем временем в России в этом году за парты сядет рекордное число школьников – 16,5 миллионов, сообщает российская газета. В новом учебном году глобальных потрясений в российском среднем образовании не планируется. Но важные изменения есть. Так скорректированы задания ЕГЭ по некоторым предметам, например, по физике и китайскому языку. А вот экзамен для девятиклассников ОГЭ переходит на практические рельсы. Ребята должны будут показать, как они могут применять свои знания в деле. По информатике школьникам предложат поработать на компьютере, например, создать презентацию. В сентября в школах начнут преподавать второй, иностранный, там, где его не было, и есть такая возможность. Добавляются в программу шахматы. Для учеников младших и средних классов появится культурный норматив. Ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. Уроки технологии теперь будут проходить не только в классах, но и на площадке детских технопарков «Кванториум». До конца года Министерство просвещения должно утвердить новые образовательные стандарты для средней школы. Они четко зафиксируют, что и в каком классе учитель должен дать ребенку. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Подготовка к Восточному экономическому форуму продолжается. На набережной Дальневосточного университета монтируют павильоны улицы Дальнего Востока. Глава региона проинспектировал стройку. Ретро-автопробег состоится в Приморье в сентябре. Золотой медалью завершилось выступление приморского канаиста Ивана Штыля на чемпионате мира. Сегодня с вами Юля Ракотская, и мы продолжаем. Подготовка к Восточному экономическому форуму продолжается. На набережной Дальневосточного университета монтируют павильоны улицы Дальнего Востока. Глава региона проинспектировал стройку. Ретро-автопробег состоится в Приморье в сентябре. Золотой медалью завершилось выступление приморского канаиста Ивана Штыля на чемпионате мира. Олег Кожемяка проверил ход подготовки павильона Приморья на улице Дальнего Востока. Традиционная выставка в пятый раз продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал регионов. На набережной бухты Аякс Дни Восточного экономического форума. Увидеть достижения субъектов все желающие смогут уже 8 сентября. Свои возможности продемонстрирует и Приморский край. Установка павильона идет по графику. Каким будет павильон нашего края в следующем материале. Открывай мир из Владивостока, Приморский край – центр притяжения. Под такими девизами наш регион представит свой павильон на выставке улицы Дальнего Востока во время работы юбилейного пятого Восточного экономического форума. Павильон выполнен в форме морской раковины, а его экспозиция расскажет о результатах работы по созданию в регионе нового качества жизни. Познакомит с проектами, которые изменят облик Владивостока в ближайшие несколько лет. Сейчас строительные работы уже вошли в финальную стадию. Посмотрел ход работ на улице Дальнего Востока губернатор Приморья Олег Кожемяка. Павильон очень приличный, очень объемный, вместительный, с хорошей рядовой площадкой, с возможностью провести беседы, встречи, ознакомиться с тем потенциалом, которым будет представлять Приморский край. Одним из главных экспонатов станет инвестиционная карта. На ней отмечены значимые проекты и производство. Для тех, кто задумается о своем бизнесе в Приморье, будет работать стойка центра «Мой бизнес», где можно узнать о действующих в регионе мерах поддержки. Особое внимание уделяется презентации туризма. В павильоне посетители смогут совершить путешествие по нашему краю на воздушном шаре с помощью VR-технологий. Мы готовимся, безусловно, к этому важнейшему для нас событию, юбилейному пятому экономическому форуму. Надеясь, что он пройдет на достаточно высоком уровне. В любом случае, край делает все, чтобы наш павильон занял достойное место. И мы, как хозяева этого форума, безусловно, должны быть на высоте и задавать тренд всем остальным субъектам. Впервые на ВЭФ в павильоне нашего края будет представлена концепция развития острова Русский. Здесь появится инфраструктура для занятия спортом и отдыха. А с материком свяжет новый мост через остров Елена. Также посетители смогут познакомиться с проектом по созданию музейно-выставочного и театрального комплекса во Владивостоке. В этом году наглядно оценить возможности Приморья жители и гости смогут 8 сентября. Глава региона добавил, что рассматривается возможность сделать павильон многофункциональным и использовать его не только в рамках Восточного экономического форума, но и в другое время. Я считаю, что это правильное решение, затратив довольно значительные средства, которых мы, кстати, из всех субъектов, наверное, меньше всего затратили. Потом посмотрим, какой коэффициент использования денежных средств и результативности. Бессловно, должны использоваться. Поэтому здесь мы проведем такой блиц-опрос среди студентов для ВФУ этого городка. Что им важнее, что нужно. Интернет-кафе или, может быть, библиотека или какая-то там другая зона для общения. Быстро переформатируем это. И посмотрим, или, может быть, отдадим его в аренду, или какой-то молодежная общественная организация возьмет это, чтобы он принесил пользу. Напомним, выставка будет открыта для гостей и участников ВФУ с 3 по 6 сентября. В этом году количество представленных на ВФУ регионов увеличилось. Впервые в этом году на улице Дальнего Востока будут представлены павильоны Бурятии и Забайкалья, которые в 2018 году были включены в состав ДФО. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Туристический проект «Владивосток плюс» о достопримечательностях Приморья планируют запустить в Японии. Развитие взаимоотношений между странами обсудили губернатор Олег Кожемяка и глава делегации Палаты представителей парламента Японии. Проект «Владивосток плюс» подразумевает знакомство и с другими городами нашего края. В увеличении турпотока Япония делает ставку на молодых девушек и пары пожилого возраста. Именно они наиболее заинтересованы в путешествиях в Россию. Первым интересен шоппинг-туризм, а вторым – посещение музеев и достопримечательностей региона. Отмечу, у Приморья и Японии установились хорошие туристические связи. В этом году к нам приехало почти в два раза больше японских туристов. А товарооборот по прошлому году составил 725 миллионов долларов США. Танцуют все. Всероссийский танцевальный фестиваль состоялся во Владивостоке. В день старта нового сезона шоу «Танцы» телеканал «Тенте» запустил масштабную гонку движений, музыки и самых искренних эмоций, в которой приняли участие более 20 городов нашей страны. Все подробности, а также смог ли Владивосток стать танцевальной столицей России, расскажет Дмитрий Беломеснов. На сцене специальный таймер. Он фиксирует время, которое участники проводят на сцене в танце. Если в какой-то момент станет пусто, время остановится. Таким образом, шоу «Танцы» и телеканал «Тенте» решили выяснить, какой из городов России может претендовать на звание танцевальной столицы. Сегодня у нас премьера нового сезона, шестого шоу «Танцы». И это все для него, собственно. Это гонка движений, российская танцевальная гонка, где города России, 22 города соревнуются между собой. Кто больше протанцует? Здесь танцуют все – и профессионалы, и любители. Дополнительно поддержать Владивосток можно было, разместив в Инстаграм свой танец с хэштегом «Танцы Тенте Вел». За каждое видео начислялись баллы. А чтобы участники фестиваля запомнили это событие надолго, в город у моря с мастер-классом прибыла участница четвертого сезона шоу «Танцы» Александра Горошко. Это вообще очень круто, потому что танцы, как и спорт, как и любая творческая действия, очень сполучает людей, заинтересованных в этом. Так что это огромное такое соединение, куча душ, куча идей, куча новых друзей. По ходу танцевального фестиваля московская студия вела подсчет в турнирной таблице. К сожалению, Владивосток не попал в десятку лучших, заняв 14-е место. Победителем марафона стал Ставрополь, который танцевал больше 14 часов. Однако Приморский край все-таки вошел в топ лучших. Находка заняла второе место, уступив лидеру марафона всего 11 минут. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Автопробег ретро-машин пройдет в Приморье с 1 по 5 сентября. Мероприятие организует честь 80-летия Примор Автотранса. Принять участие приглашаются все желающие. Автопробег пройдет по маршруту Владивосток, Усурист, Покровка, Черниговка, Спасгдальник, Кировка, Дальнереченск. В нем примут участие более 20 единиц советской техники, включая машины Великой Отечественной войны. Во всех населенных пунктах, через которые проедут участники пробега, будут организованы культурно-массовые мероприятия. Торжественное открытие автопробега состоится 1 сентября с 11 до 13 часов на Центральной площади Владивостока. Тигры не тигры, а вот медведи в приморских городах по улицам все-таки ходят. Так молодой медведь пробежался в районе популярного места отдыха дальнегорцев. Видео разместили в соцсетях. Инцидент произошел на пляже на Горбушинском водохранилище. Рядом с ним и появился средь бела дня одинокий медвежонок. По словам очевидцев, видят его в этом районе не первый раз. Не впервые появляются медвежата и в самой городской черте Дальнегорска. В 2015 году сразу несколько косолапых малышей были отловлены в разных микрорайонах города. Медведи выходили к людям в поисках пищи. И далее к новостям спорта. Чемпионат Asia Pacific DC Prim Ring GP перенесли на 2020 год. Причиной стали многочисленные аварии топовых пилотов на соревнованиях по дрифту. В результате организаторы посчитали нечестным по отношению к зрителям проведение в крае чемпионата более низкого уровня и перенесли мероприятие на следующий год. Чемпионат должен был объединить на одной сцене лучших пилотов из России, Японии, Китая, Гонконга и Таиланда. Тем, кто уже успел приобрести билеты, деньги вернут. Для этого необходимо обратиться в кассы. И дрифт в этом году не заканчивается. Уже 31 августа на примринге состоится финал РДС «Восток». Золотой медалью завершилось выступление приморского канаиста Ивана Штыля на чемпионате мира. Соревнования проходили в Венгрии с 21 по 25 августа. Эта мировая грибная регата являлась самым важным этапом подготовки к летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Спортсмены из более 100 стран претендовали на олимпийские лицензии. В заключительный день чемпионата на дистанции 500 метров каной четверка Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Милантьев и Михаил Павлов выиграла золото. Более чем на секунду опередив ближайших соперников из Германии. Третьими стали белорусы. Для Ивана эта золотая медаль стала уже 16-й. В настоящее время заслуженный мастер спорта из Примурии является одним из самых титулованных грибцов планеты. К слову, еще одно серебро российской команде принесла Олеся Ромасенко. Спортсменка Центра спортивной подготовки. Она стала второй в каное-одиночке на дистанции 200 метров, выиграв олимпийскую лицензию. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Затопило серьезнее, чем во время тайфуна. Владивосток борется с последствиями непогоды. Больше нет клумбы. Новая схема движения организована при съезде с русского моста. Во Владивостоке появился F-образный перекресток. Подготовка к Восточному экономическому форуму продолжается. На набережной Дальневосточного университета монтируют павильоны улицы Дальнего Востока. Глава региона проинспектировал стройку. Взрыв в жилом доме предположительно боевой гранаты унес жизни двух приморцев. Еще двое в реанимации в тяжелом состоянии. Первый долгострой снеговой пади должны сдать в начале 2020 года. Золотой медалью завершилось выступление приморского канаиста Ивана Штыля на чемпионате мира. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию, самые интересные события. Оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Последние недели жители Приморья и Владивостока испытывают практически перманентный стресс из-за погоды. Всех уже утомили бесконечные дожди и последствия разгулявшейся стихии. Психологи знают много способов снять эмоциональное напряжение. Один из них практически никогда не подводит. Это общение с животными. К слову, зоопарки регулярно проводят взвешивание животных. Пингвины, сурикаты и даже лягушки встают на весы во время традиционного измерения параметров. Смотрим на забавные кадры и расслабляемся вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом.